Девушки отдыхают В начале 1941 года на экраны страны вышел фильм «Салават Юлаев». Впервые широкой зрительской аудитории была представлена история башкирского народа, сконцентрированная в образе легендарного Салавата Юлаева. Картина сразу же стала рекордсменом проката, в первую очередь благодаря творческому содружеству трех талантов. Кинорежиссера Якова Протазанова, писателя Степана Злобина и актера Арслана Мубарякова. Ленинская фраза о том, что важнейшим из искусств для нас является кино, лучшее подтверждение той роли, которую сыграл фильм «Салават Юлаев» в культурной и общественной жизни страны. И, понятное дело, Башкортостана. Именно благодаря этой картине народный герой Салават приобрел те хрестоматийные черты, которые до сих пор живут в массовом сознании. 20-й век наглядно показал всю силу и значение кинематографа. Теперь именно кино задавало тон жизни. Оно рождало кумиров, формировало шкалу ценностей, имидж целых народов. Киногерой Джона Уэйна создал романтический образ ковбоя, благородного искателя приключений, столь близкий духу Америки. Духу тогдашней России нужны были иные типы. Один за другим в прокат выходят кинохиты. 1935 год. Чапаев. 1937-й. Пугачев. В 1938-м выходит Александр Невский. В 1940-м Суворов, а в 1941-м году Салават Юлаев и Богдан Хмельницкий. Следовало создать такую иерархию новых символов, новых героев, которые одновременно являлись бы национальными героями каждого народа, и одновременно эти национальные герои, башкир, татары и так далее, превращались в героев всего, в союз. Башкиры, пейте волков! Кто стоите? Ни захватчик, ни злой, ни обозлённый, а борец за правду, за будущее своей земли, за будущее своего народа. Вот таким я понимаю созданный Расланом Ахметовичем образ Салавата Юлаева. Главный тренд – это человек, вышедший из народной массы, сумевший возвыситься над трясиной обывательского существования и дерзнувший бросить вызов системе, порождающий угнетение и несправедливость. В отличие от американских типов, он не герой-одиночка, а борец за народное счастье. Но если идеологическая задача, которая возлагалась на великоросских киногероев, вполне понятна, нужно было показать непрерывность русской истории от Александра Невского до Чапаева через призму борьбы народных масс с угнетателями, то образ Салавата Юлаева, кроме всего прочего, нёс ещё одно предназначение. Во-первых, эти образы нельзя было взять с потолка, взять и выдумать. Желательно, чтобы этот образ уже находился в толще народного сознания, то есть он уже был по народному образу. Это во-первых. Во-вторых, чтобы его можно было как-то пристегнуть к главной идеологии нового строя, то есть к борьбе за справедливость и к дружбе народов. Вот три главных составляющие. Салават Юлаев удовлетворил всем этим составляющим. 4 октября 1937 года открылся Третий пленум Башкирского обкома партии. Этому предшествовала статья в газете «Правда» под названием «Кучка буржуазных националистов Башкирии», в которой утверждалось о том, что бывшие валидовцы, окопавшиеся в партийных и государственных органах республики, готовят план отторжения Башкирии от СССР с целью создания пантюркского государства «Туран». В Уфу прибывает сам товарищ Жданов. Жданов Андрей Александрович. Член партии большевиков с 1915 года. С 1934 года секретарь ЦК ВКПБ. Пленум открывает некто митинг и говорит «Товарищи, наша партия под руководством товарища Сталина за последнее время имеет огромное достижение в разгроме организаций врагов народа, японо-немецких шпионов и диверсантов троциско-бухаринских банд». Заключительную речь произносит Жданов. Ясно, Башкирия не оазис, а место классовой борьбы. Скорее забыть проклятые фамилии. Осиновый кол на их могиле. Какие фамилии имелись в виду, было ясно всем. Это в первую очередь Валидов, а также Муртазин, Халиков и другие деятели башкирского национального движения. Жданов тут же предлагает найти им замену. Ось должна быть Башкирия-Москва. Взять из старого то, что связывало башкирский народ с русскими. Салават-Юлай. Таким образом, Салават должен был вытеснить из памяти народа Валидова. Если герои прошлых восстаний, тоже Карахакал, Батарша, Тулькучарал, Нагулов, Юсуф Барыков, Алдарец и Киев и так далее, их десятки, вы прекрасно знаете. Можно было назвать скорее героями русско-башкирских войн. То есть они вели башкир против русских, можно и так сказать. То Салават именно вёл башкир и русских против других русских башкир. То есть он уже участник именно гражданской войны в России. На Украине национальным героем стал Богдан Хмельницкий, а в Башкирии – Салават Юлаев. Режиссёром картины Салават Юлаев был Яков Протазанов. До Салавата он умудрился снять целых 107 фильмов. Правда, качество кинематографа начала 20 века было такого уровня, что большинство из его произведений трудно назвать полноценными художественными фильмами в современном понимании. Яков Александрович Протазанов родился в 1881 году в купеческой семье в Москве. Сменив ряд профессий, в 1906 году стал помощником режиссёра московской кинофирмы «Глория». Шедеврами дореволюционного Протазанова являются фильмы «Пиковая дама» и «Отец Сергий». Он также прославился своей скандальной картиной о Льве Толстом «Уход великого старца». В 1918 году Яков Протазанов эмигрирует во Францию, где работает в кинофирмах «Патэ» и «Гамон». В 1923 году он возвращается на родину. Предпоследней картиной в творчестве режиссёра стал знаменитый Салават Юлаев. Режиссёр Протазанов никогда не снял бы своего Салавата, не будь на свете писателя Степана Злобина. Его роман «Салават Юлаев» стал второй важнейшей составляющей, приведшей к созданию одноимённого киношедевра. Степан Павлович Злобин. Русский советский писатель. Родился в 1903 году в Москве. Лауреат Сталинской премии, автор романов «Салават Юлаев», «Остров Буян», «Степан Разин». От своих родителей молодой Степан унаследовал не только литературные способности, но и мятежный дух. За три месяца до окончания очень престижного в то время вуза Высшего литературно-художественного института имени Брюсова он был арестован как анархист, отсидел два месяца в бутерской тюрьме, а затем выслан в Башкирию в административную ссылку. Как показывают архивные материалы, объектом расследования стали его бывшая принадлежность партии левых эсеров и анархические взгляды отца. Несмотря на свой статус ссыльного, Степан Злобин вёл литературный кружок, преподавал в школе, но вскоре заболел туберкулёзом. Врачи советуют ему покинуть Уфу, и он записывается в лесоэкономическую экспедицию. В ту пору Степан Павлович Злобин увлекался поэзией. Первые его опыты были стихи, и он пишет стихотворение, начинает в стихотворной форме своё произведение, первые наброски о Салавате Юлаеве. Урал – страна суровых гор, взмывающих над ковылями. Я в чернозёмный твой простор, вхожу пустынными полями. Шайтан Кудеев – род богат, старик Юлай – отец Кудеев, но сын Юлая – Салават, сильные льва, мудрее змея. После вот этих строчек, около ста строчек он написал, пометил 1924 год, первая мысль о Салавате. Из башкирских героев прошлого его больше всего заинтересовали две фигуры – Карасакал, последний хан Башкирии, и Салават Юлаев. Злобин впоследствии вспоминал. В то время как Карасакал был националистом, поднявшим сепаратное башкирское восстание под знаменем ислама, Салават был участником и одним из вождей пугачёвского движения и вёл более упорную и интересную борьбу с правительством. – Он сначала ведь написал поэму Салават Юлаев. Я читал её. Она опубликована была или не была, я не знаю, но во всяком случае я читал её в архивах. Поэма он почувствовал, наверное, что не совсем удалась. И тогда он, объехав Башкорстан, повстречавшись, наверное, со многими людьми, услышав впервые о Салавате Юлаеве, он был, наверное, потрясён этим фактом. Тем более, я же говорю, что горнозаводские рабочие Салаваты называли Салаватушкой. На заседании обкома партии 10 июля 1938 года была учреждена правительственная комиссия по созданию исторической драмы «Салават» в составе товарищей Усманова, Бикбаева, Гужвенко, Галимова-Саляма. Фильм предполагали закончить к следующему 1939 году, чтобы приурочить его к 20-летию образования советской Башкирии. Учреждение правительственной комиссии сильно затормозило процесс создания исторической драмы «Салават Юлаев». Дело в том, что киносценарий, предоставленный Степаном Злобиным и его супругой Галиной Спивак, сильно отличался от окончательного варианта романа «Салават Юлаев». Грешил неточностями и был выдержан в духе марксизма. Сценарий подвергся жесткой критике со стороны историка Абубакира Усманова. Абубакир Нурьянович Усманов. Историк, автор монографии «Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года. Присоединение Башкирии к русскому государству». По нашему мнению, по этому сценарию нельзя приступить к работе по созданию кинокартины о Салавате. Так как от начала до конца главные герои – Пугачев, Салават, Хлопуша – данный неверно. «Ты русский, а я башкир. Тебя туда, а меня сюда хошь. Вот сатана». Усманов замечает. Никак не оправдываются встречи главных героев восстания. Хлопуша, спас тонувшего Салавата Юлаева, они начинают дружить. Затем они идут по снегу и раскапывают полумертвого человека. Он оказывается Пугачевым. Все это очень наивно. Налет мелодраматизма, унаследованный от немого кино, еще лежал на всем советском кинематографе. И Протазанов, и Злобин были во власти его стереотипов. Мелодрама не умеет различать реальное от небывалого. Поэтому действующие лица часто появляются в неестественной для себя обстановке. Начнем с Салавата, развивает критику историк Усманов. Он представлен как закаленный рабочий, переносивший на своих плечах насилие, угнетение и издевательство заводчиков. Нет надобности доказывать, что Салават никогда не был рабочим. Сценарий подкорректировали. И теперь Салават оказывается на горном заводе по неволе, то есть как каторжанин. На руднике он осознает всю глубину пролетарского интернационализма. Те, кто говорит, что Салават и его сподвижники. Они хотели отделиться от России. Это просто неправда. Нигде нет ни одного документа, который свидетельствует об этом. Об этом сказал и Трипалов, и Инга Гвоздикова. На такие документы в той поры. И с другой стороны, они правы в том, что, конечно, воины Салавата отстаивали определенный порядок. Определенное традиционное общество, которое у них уже сложилось в рамках этой Российской империи. Особое башкирское общество. К съемке картины приступили лишь в 1940 году. То есть через два года после выхода соответствующего постановления. Перед Протазановым стояла сложная задача. Создать образ национального героя башкирского народа. Пусть частично вымышленный, пусть немножко притянутый к идеологическим догмам марксизма. Главное, чтобы он был аутентичен Салавату Эпическому. А для этого нужен был актер, который был бы плоть от плоти и дух от духа народа своего, если так можно выразиться. И такой актер нашелся. Арслан Мубаряков. Органичный и цельный. Как личность он, как никто, подходил на роль национального героя. Это был чрезвычайно идентичный, что ли, слитный. И мы воспринимали, когда я мальчиком был, вот кто думал. Я Арслана знать не знал мальчиком. Я знал Салавата. У нас улица называлась в Юмагузине, Салават Юлаев, одна из улиц. И когда я смотрел, я ведь о Мубарякове и думать не думал. Я думал, что это Салават. Вот такой он и был, такой он и есть. Горячий, лихой, умный. Перед Протазановым и Мубаряковым стояла довольно сложная задача. Создание нового образа Салавата. Дело в том, что экранный Салават уже существовал. В 1937 году вышел фильм «Пугачёв», в котором роль вождя башкир сыграл актёр Мухуддинов. Образ получился хищным и лукавым. Он не соответствовал Салавату народных сказаний. Союзником зовёшься. А что твои башкиры заводы хотят жечь? Кто пушки лить будет? А что русский башкир гнал? Землю отнимал? Зачем русский башкир резал? Ух, сука, всем русским смерть! Справедливости ради нужно сказать, что Мубаряков тоже не соответствовал Салавату. Правда, только физически. Салавата как такового ведь портрета нет. Описание там в архивах есть, что он был невысокого роста, метр шестьдесят пять, сколько ли, я сейчас на память говорю, может, я ошибаюсь, но невысокого роста. Темноволосый, юноша, совсем молодой. А здесь Арсен Ахмедович, то есть мой отец, он высокий, очень плотный, плотного телосложения. И вот такой вот, ну вот, вобрал в себя всю мощь, как бы сказать, мощь народа, что ли. Или как хочет себе представить простой народ Салавата Илаева, вот таким богатырём. Или вот именно такой вот он, не иначе. И в памяти остался целых вот уже сколько поколений? Три или четыре поколения, вот после этого создания фильма. И вот представляют его только таким. Скоро, скоро пойдут другие законы! Никто не смеет разорять свободный башкирский народ! Трудно требовать от художников исторической достоверности. Исторический Салават Юлаев, конечно же, отличался от эпического Салавата, как отличался от Салавата Злобинского и Салавата Экранного. Но созданный образ соответствовал своему прототипу психологически. А это для искусства важнее сходства фактологического. Я дружила с Ахматом Лутфолиным, художником. У него в мастерской была. Вот он говорит, я хочу написать образ Салавата Илаева. Вот я хочу отойти от того образа, который создал Арсан Ахмедович. Но у меня, говорит, никак не получается. Ну, не получается, неубедительно. Действительно, созданный образ Салавата Илаева Арсланом Котлахмедовичем, это вот как-то воедино. И только так его представляешь теперь, не иначе. Фильм «Салават Юлаев» вышел на экраны страны в начале 1941 года. Он имел оглушительный успех не только в Башкортостане, но и за его пределами. Ну, очень огромный резонанс получился. Показ этого фильма. Вообще, не только в этот день. Этого я не помню, что там произошло. А вот сейчас я документы вижу, письма, которые присылали, оказывается, отцу с фронта, прямо с передовой. Башкирам больно жить надо. Как рыба в воде плавает. Как зверь в лесу ходит. Как птица в небе. Я была совсем маленькой. Года два, наверное, с половиной. Вот так вот. И я процесс снятия фильма, ну, не помню, просто не знаю. Но я очень ярко помню премьеру этого фильма. Теперь я понимаю, что это была премьера, видимо. И когда пришёл момент, такой есть эпизод в фильме, когда Салавата Юлаева поймали, привязали к доскам и бьют его, плетью бьют. Вот этот момент. И это, видимо, вот так, ну, как-то защитить, что ли, я захотела отца. И как закричу на весь зал. Папа! Со всех концов Советского Союза в адрес Арслана Мубарякова летели восторженные письма со словами благодарности. Мне даже не верится теперь, что Салават Юлаев – историческое лицо. Мне кажется, что он жив, что он с нами, и что я обращаюсь к нему. Дорогой Салават, далёкий, но глубоко уважаемый товарищ Мубаряков. Благодаря вам Салават Юлаев стал одним из любимых моих героев. И хотелось бы ещё много раз находиться под обаянием вашего мастерства. Надеюсь, Салават скажет – ты грузинка, я башкир, ты моя сестра, я твой брат. Виолетта Бригвадзе – аспирантка Тбилисского государственного университета. В том-то и состоял креатив советской идеологии, что они не просто превращали этнических героев в героев национальных, можно так сказать. То есть Салават становился из героя башкирского эпоса, малоизвестного, кому за пределами Башкирии. Во-первых, национальный башкирский герой Брент, как вы сказали. А во-вторых, герои всего Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны воины шли в бой с именем Салавата. Началась Великая Отечественная война. Для поднятия духа бойцов, наряду с фильмами «Александр Невский» и «Чапаев», демонстрировался и Салават Юлаев. На фронте появились самолеты, танки, бронепоезда, носившие имя башкирского героя. А в 112-й башкирской кавалерийской дивизии девизом генерала Шеймуратова и его бойцов стал боевой клич – потомки Салавата – отступать не умеют. Бойцы, идя в бой, как своему близкому другу, писали письма Арслану Муборякову. Глубоко уважаемый, заслуженный артист РСФСР, товарищ Муборяков, с братским приветом к вам, ваш земляк Рамазан Умедбаев. Я, воодушевленный образом нашего предка Салавата Юлаева, его героизмом и неувидаемой славой перед башкирским народом, обязуясь готовить себя к решающему сражению с немецко-фашистской нечистью. Имя Салавата перешагнуло через континенты. Достоверный факт. Партизаны Венесуэлы и Никарагуа брали себе в качестве подпольного псевдонима имя Салават. Прошли времена, сменился вектор нашего общественного бытия и полились потоки грязи на лейке Пугачева, Салавата, Чапаева и других. Но разрушая образы прошлого, что предлагают эти иконоборцы взамен? Ничего. Или еще хуже, типажи криминальных авторитетов, вороватых коммерсантов и циничных политиков. Нынешние попытки как-то принизить новые либералы, они так и стараются как бы стереть это имя наряду с другими именами, героями гражданской войны, крупными политиками прошлых лет. Также пытаются стереть и имя Салавата Юлаева. Но это никогда не получится, потому что национальный герой такого уровня, они единичные. Ну, прощай, Салават. Зачем прощать? Мы еще встретимся на прямой дороге. Будет еще больно жить башкирский народ. Салават. 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 Салават.